Вести Карачаева, Черкесия 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 Газпром Алексеем Миллером выполняются по графику. Сергей Густав отметил высокую платежную дисциплину. Стопроцентный расчет за потребленный газ в Карачаеве, назвав данный показатель лучшим по Северокавказскому федеральному округу. В регионе также хорошие результаты по социальной догазификации, которой уже воспользовалось более трех тысяч жителей. А в связи с признанием программы бессрочной объем подлежащих до газификации домовладений увеличится с текущих 5 тысяч 630 почти до 14 тысяч потенциальных потребителей. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено 25 миллионов рублей. Кроме того, девять категорий граждан могут получить льготы на приобретение внутри домового оборудования по социальному контракту. Итоги газификации Карачаев-Чекеси были детально обсуждены на совещании под председательством главы региона Рашида Тимрезова и генерального директора Газпром Межрегионгаза Сергея Густава. В нем приняли участие члены республиканского правительства и специалисты газовых компаний. Говорили на совещании и о планах по дальнейшей газификации населенных пунктов в Карачаев-Чекеси. Будет построено еще 372 километра распределительных сетей. Вновь газифицированы будут 25 населенных пунктов. Обеспечена техническая возможность газификации еще 8,5 тысяч домовладений. И 30 котельных перейдут на природный газ. В соответствии с планографиком синхронизации на 2022 год завершены. Все работы, которые были с программой 21-25. Я хотел бы напомнить о том, что еще 10 лет назад уровень газификации Карачаев-Черкесской республики был ниже 70% выше, чем в среднем по Российской Федерации. И здесь я хотел бы, уважаемый Сергей Владимирович, сказать и среди слова благодарности председателю управления Павла Газпрома, Алексею Борисовичу Миллеру, всей команды Газпрома. Здесь сегодня у нас присутствует и Арсен Аланович, и ваш заместитель Роман Алексеевич Юрий Литаревич, которые на самом деле во многом нам всегда помогают и поддерживают. И в продолжение этой темы. В настоящее время поставка газа осуществляется 118 тысяч абонентам, физлицам Карачаев-Черкесии и 2 тысячам юридических лиц. В регионе компании Газпром реализуются три масштабных социально значимых для республики проекта. Это программа развития газоснабжения и газификации, а также программа социальной газификации. Третьим проектом является социальная программа Газпром детям, в рамках которой на территории республики построены более 10 плоскостных спортивных сооружений, а в настоящее время завершается строительство спорткомплекса в ауле Хабес. Вместе с тем, в текущем году стартует строительство сразу двух больших газопроводов, межпоселкового газопровода в Учкуланском ущелье протяженностью 85 километров и газопровода до Джамагатского ущелья. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации для строительства еще трех межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать 9 населенных пунктов в Урубском районе. Продолжится и развитие газовой инфраструктуры. В населенных пунктах тибердинского направления будут построены распределительные сети в аулах Верхняя Тиберда, Нижняя Тиберда, Новая Тиберда и самой Тиберде, что позволит начать в этих населенных пунктах мероприятия по социальной догазификации. В соответствии с утвержденным проектом корректировки программы развития газоснабжения и газификации Карачао-Черкесии на период 2021-2025 годы будут газифицированы 25 населенных пунктов, в которых проживают более 23 тысяч жителей республики. Члены правительства Карачао-Черкесии посетили Карачао-Центральную городскую районную больницу, которая готовится к открытию. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова и министр здравоохранения Казим Шаманов вместе с мэром Карачао-Скамаратом Урусовым и главным врачом больницы Тамарой Байрамуковой осмотрели новое помещение и прилегающую к ней территорию. Приняты необходимые административные решения по вопросу создания условий для работы учреждения по системе бережливая поликлиника, а также ландшафтному дизайну территории. Здание больницы общей площадью 9365 квадратных метров рассчитано на 350 посещений в смену. Возведено современное четырехэтажное здание, три наземных этажа и подвал. Подведены все необходимые коммуникации. В новом здании будут располагаться взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация. Здесь также введена в эксплуатацию новая котельная, рассчитанная на обеспечение потребностей в тепле и горячем водоснабжении не только строящейся поликлиники, но и всего комплекса сооружений, расположенных на территории городской больницы. Новые электрокардиографы получила поликлиника Зеленчукской центральной районной больницы в рамках нацпроекта здравоохранения. Техника эта высокоточная и может работать в условиях повышенной нагрузки, к тому же компактная, весом не более полутора килограмм. Информацию комментирует главный врач больницы Анатолий Величко. Новое оборудование повышает возможности первичного звена здравоохранения. На данном этапе это основное то, что нам нужно, потому что профилактика и предупреждение болезни более значимы по своей эффективности, чем уже лечение тяжелых или запущенных случаев. Благодаря программе по переселению из сейсмически неустойчивого жилого фонда в Черкесске в этом году жильцы нескольких домов получат новое жилье. В прошлом году по этой программе было переселено 190 семей. Приводить обветшавшие здания в порядок экономически нецелесообразно, и потому жильцов переселяют в новостройки в северном микрорайоне Черкеска, рассказал заместитель мэра города Заур Тугов. На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска проводится визуальный осмотр порядка 40 домов, расположенных на территории города Черкеска. После того, как при визуальном осмотре выявлены наличие сейсмоннеустойчивости дома, заказывается заключение экспертной организации, которая уже дает свое юридическое заключение. В случае, если дом признается сейсмоннеустойчивым или экономически нецелесообразным для восстановления, данный дом включается в постановление мэрии, подлежащим к переселению. Мэрия города Черкеска в декабре 2022 года дан старт к переселению жильцов и нанимателей многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, по которому на сегодняшний день ведется прием документов, заявлений, которые впоследствии будут выведены на комиссию уже для заключения договора Мены с нанимателями и собственниками данных жилых помещений. В рамках реализации программы по переселению жильцов и нанимателей многоквартирных домов, которые попали в программу переселения, это те дома, сейсмоннеустеление которых невозможно или экономически нецелесообразно, ведется мэрия муниципального образования города Черкеска с 2020 года. На сегодняшний день практически реализована программа по переселению собственников и нанимателей семи многоквартирных домов. Это дома расположены по улице Крайняя, 41, Октябрьская, 12, Октябрьская, 14, Крупская, 73, Зеленая, 42А, Демиденко, 155 и Доватора, 58. До 2025 года в многоквартирных домах республики старше 25 лет заменят все лифты. В текущем году замена лифтового оборудования будет проведена в шести многоквартирных домах, которые расположены в Черкесске и Усджигуте. В частности, в домах по Ленина, 85, Красноармейской, 57, Интернациональной, 16, Космонавтов, 15 и Калантеевской, 18, Республиканской столицы, а также и в поселке Московском в 47-м доме. В этом году в Республиканской столице продолжится и обновление камер видеонаблюдения в школах и детских садах Черкеска, а также улучшат систему освещения образовательных организаций. Современные камеры. В замену устаревших появятся в детсадах номер 18 «Звездочка» и номер 19 «Юные капитаны». В прошлом году видеонаблюдение установили в пяти детских садах. Номер 7 «Огонек», номер 10 «Орленок», 11 «Красная шапочка», 21 «Василек» и 35 «Росинка». С 2019 года такие мероприятия были проведены в 35 дошкольных и общеобразовательных учреждениях Республиканского центра. В Центре молодежного и инновационного творчества обсудили вопросы благоустройства территории вокруг Малого пруда в парке «Зеленый остров» Черкеска. Свои вопросы и пожелания горожане озвучили сотрудникам мэрии Черкеска и архитекторам из Ярославля. Информацию комментирует заместитель мэра Черкеска Артур Озов. Есть предложение по опыту других городов. Мы это все хотим обобщить, прийти к чему-то одному, чтобы была какая-то определенная изюминка, чтобы Черкесск, наш парк «Зеленый остров» чем-то выделялся, отличался. Были какие-то свои особенности, чтобы это было людям комфортно, чтобы граждане нашей гости столицы радовались тому, что мы в конечном итоге это планируем сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкеска Энерго в прошлом году пресекли 165 фактов неучтенного потребления электроэнергии на сумму 48,5 млн. рублей. Общий объем незаконно использованного энергоресурса составил более 13 млн. кВт-ч. Это сопоставимо с энергопотреблением в течение двух месяцев всего Карачаевского района, где проживают более 30 тыс. человек. Наибольший ущерб в результате хищения электроэнергии филиалу нанесли потребители в зоне ответственности Адыгихабльских, Малокарачаевских, Прикубанских, Урубских и Узжигутинских районных электросетей. Здесь 104 физических и юридических лица в обход приборов учета использовали энергоресурс на сумму почти 43 млн. рублей. В отношении всех недобросовестных абонентов, которые допустили вмешательство в нормальную схему электроснабжения, составлены акты неучтенного энергопотребления. Материалы по выявленным фактам также переданы в правоохранительные органы республики для применения мер административного воздействия. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в прошлом году в отношении 37-летнего иностранца и 22-летнего россиянина, проживающих в Москве, сотрудниками отдела по преступлениям в сфере информационных технологий, управлением уголовного розыска МВД по Карача-Чекесе, выявлены дополнительные факты мошенничества. В отношении подозреваемых возбуждено еще 9 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей мошенничества, совершенной организованной группой. Как сообщалось ранее, злоумышленники разместили на интернет-сервисе товаров и услуг объявления о трудоустройстве. В публикации они сообщили, что на грузовую автомашину «Газель» требуется водитель со стажем работы. При поступлении звонка на номер, указанный в объявлении, мнимый работодатель сообщал, что для трудоустройства кандидату необходима медицинская книжка, в оформлении которой он готов оказать помощь. Звонившему предлагали обратиться в местную поликлинику, где в оформлении необходимого документа за денежное вознаграждение в сумме от 2,5 до 5 тысяч рублей поможет его знакомая. Далее второй мошенник, имитируя женский голос, представлялся медицинской сестрой и убеждал каждого из потерпевших перечислить денежные средства в качестве предоплаты за оформление медицинской книжки. Студенты Медицинского института Северокавказской государственной академии, которые с первых дней проведения специальной военной операции трудились в военном госпитале Ростова-на-Дону, вернулись домой. На базе вуза состоялось их награждение. Ребята получили благодарности от представителей Карача-Черкесского, регионального исполкома партии «Единая Россия» и военного комиссариата республики. Чуть более четырех месяцев осталось до начала итоговой аттестации в виде ГИА и ЕГЭ. Выпускники девятых классов должны будут сдать четыре экзамена – это обязательные к сдаче русский и математика, а также два любых предмета на выбор. Для них срок подачи заявления на сдачу итоговой аттестации заканчивается 1 марта. Выпускникам одиннадцатых классов предстоит сдать два обязательных экзамена – это русский язык и один из двух уровней математики – базовую или профильную. Плюс в заявлении необходимо указать другие предметы, которые понадобятся выпускнику для поступления в ВУЗ. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья предоставляют справку об установлении инвалидности или же заключение Центральной медико-психологической педкомиссии, где прописываются условия, которые необходимо создать ученику при сдаче итоговой аттестации, рассказывает директор регионального центра информационных технологий Светлана Кулакова. Подача заявлений возможна после установленных сроков, не позднее, чем за две недели до проведения соответствующих экзаменов, но для этого нужна уважительная причина, подтвержденная документально. Участники пишут заявление, прикладывают документ, подтверждающий причину, почему они не могли подать своевременное заявление. Это все рассматривается на заседании Государственной экзаменационной комиссии и принимается решение о том, допустить такого участника к сдаче экзаменов или нет. Известный фотохудожник из Карача-Чекесии Ренат Урусов принял участие в биеннале современного искусства Кавказа в Нальчике. Выставка открылась в павильоне сквера Сталетика Братнобалкарии и продлится в течение месяца. Свои работы также представили более 40 художников России, США, Турции и Саудовской Аравии. О своих работах и передвижной выставке расскажет сотрудник службы СМИ Карача-Чекесского Государственного университета имени Умара Алиева Ренат Урусов. Работы связаны у меня с депортацией наших народов и Кабардины Балкарии, и Карачаева Черкесии. Это наши бабушки, дедушки, которые буквально с первых дней пережили всю депортацию от начала до конца. И несмотря на то, что они испытали немыслимые испытания, которые пришлись, они не только пережили, они еще и вернулись на свою малую родину спустя 14 лет. И вот как раз в этих портретах, которые представлены, там есть портрет дедушки, который живет у нас в ауле Карджорт, это Карачаевский район. И бабушка, к сожалению, она уже не с нами, она скончалась, вот в первую волну ковидную, бабушка из Аула Учкула. И как раз я хотел передать, что вот несмотря на то, что пережили эти люди, пережило вот наше поколение старшее, просто посмотрев в глаза, ты понимаешь, что эти люди, несмотря ни на что, они перенесли вот действительно настоящую такую искреннюю теплоту. К сожалению, таких людей все меньше и меньше, и вот этим проектом как раз, который я отдельно назвал «Внутренний свет», то есть это серия фотографий под таким названием, и вот этот «Внутренний свет», к сожалению, потихоньку гаснет, потому что с каждым днем этих людей все меньше и меньше, и ценность этих людей, этого поколения, этого времени, оно будет только расти с каждым днем. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла. В горах места и плюс 5-10, и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина опасность. В Черкесии без осадков, в ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова